В эти минуты в садоводстве Роздоля сотрудники оперативного штаба занимаются выяснением причины пожара, который накануне чуть не уничтожил несколько садоводств в Иркутском районе. На связи с нами Александр Матрёнин. Александр, здравствуй. Что сейчас известно о причинах пожара? Бушевавшего вчера пожара на окраинах садоводства Роздоля, расположенного на 9-м километре тракта «Мельничный упадь». Вот здесь, как вы можете наблюдать, еще остались мелкие очаги, которые не дадут такого распространения огня, которые ни к чему не обязывают. И на месте действительно работает оперативный штаб. Он состоит из членов администрации Марковского муниципального образования, из специалистов испытательной пожарной лаборатории, и сотрудников полиции, и надзорных пожарных ведомств. Посетить место вчерашнего пожара нужно было для того, чтобы установить очаг возгорания, и все-таки дать объяснение, от чего начался пожар. И как это будет происходить, я хочу поинтересоваться у эксперта испытательной пожарной лаборатории Руслана Морозова. Здравствуйте. Сегодня мы проводим самый важный этап исследования любого пожара, осмотр места происшествия, осмотр места лесного пожара. В данном случае он необходим для установления очаговых признаков, и в последующем установления очага пожара. Ну и в будущем уже установление непосредственно причины пожара, данного лесного пожара. Спасибо, Руслан Олегович. А я хочу допомнить, что вчера на борьбу с огнем вышли все члены садоводства «Раздолье». Приехали также добровольцы из Марковского муниципального образования. Пожарные расчеты. Они освежили минерализованную полосу, то есть это ров в земле, который не допустил бы прохода огня по низу. Павел, тебе слово. Александр, спасибо большое за подробную информацию. Будем ждать от тебя в вестей в следующих выпусках новостей. А сейчас с другим новостям. О других пожарах. Теперь 8 раз с начала года в Иркутске горели балконы. В 2014 году в Иркутской области на балконах муниципальных жилых домов произошло 24 пожара. Сотрудники МЧС России призывают граждан не хранить на балконах и лоджиях легко воспламеняющиеся жидкости, не загромождать их старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые хорошо горят. Частая причина возникновения пожара – случайно брошенный окурок. КПРФ выдвинет на досрочный выбор губернатора Иркутской области кандидатуру Сергея Левченко. Об этом сообщает агентство «Байкал-Пост», ссылаясь на депутата Госдумы Евгения Рулькова. По словам парламентария, в данный момент, цитата, «запущен механизм выдвижения, который произойдет после официального объявления избирательной кампании». Конец цитаты. Сергей Левченко с 2011 года является депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 6-го созыва и заместителем представителя комитета по энергетике. Шоколад и шоколадные изделия могут снова подскатить в цене. Главная причина – неожиданно низкий урожай какао-бобов в Гане, который является вторым по величине в мире производителем какао-бобов после Кот-де-Вуара. В текущем сезоне какао-бобов может быть собрано на 30% меньше. Как следствие, мировые цены на сырье, необходимые для производства шоколада, резко вырастут. Прикрылись чужим подвигом и проскочили. Группа мошенников из Иркутска, оформлявших банковские кредиты по поддельным документам, избежала наказания по амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным следствия, преступники похитили у банков более 3 миллионов рублей. В деле фигурировали более 20 человек. Шестерых признали виновными. Уголовное преследование прекращено в отношении всех фигурантов. Наказать же их собирались обязательными работами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. На этом у нас пока все. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ядрес вы видите сейчас на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28.